Тут можно просто гулять, тут очень красиво, сейчас тепло, и вот эта музычка какая-то такая, она немножко дебильная, но она так поднимается строение, хочется чуть-чуть пританцовывать. Сингапур это самое богатое государство Юго-Восточной Азии, при том, что Сингапур не имеет никаких ресурсов, здесь нет ничего, они даже воду покупают у Малайзии. Соответственно возникает вопрос, на чем Сингапур зарабатывает деньги, и статья доходов номер один это порт, выгодное географическое положение обеспечивало Сингапуру постоянный приток капитала. И это только маленькая его часть, это порт огромен, и ежедневно сюда приходят тысячи кораблей. Кроме того, этот порт является одним из самых технически оснащенных в мире. Вот это тот способ, которым я подбиралась на Синглозу. Вон там тут линия Сингапурского экспресса, Синглоза экспресса, разноцветные такие вагончики ходят. И там же находится, по-моему, пешеходная дорожка, ну она относительно пешеходная, там движущиеся тротуары. Ну что, ребята, здесь я, пожалуй, с вами на сегодня попрощаюсь, потому что мне сейчас предстоит сделать очень много. Тут много горок, так что я пошла летать. Так как у меня не получается установить телефон, чтобы сделать нормальное фото, я буду снимать видео, потому что я должна вам показать эту красоту. Значит, это бассейн, где время от времени бывают волны, ну обычное такое развлечение, а бассейн с волнами. Здесь есть горки, две горки, вот та, которая называется Tidal Twistery, она самая страшная. Там я действительно не могла дождаться, когда этот полет закончится, потому что там очень резкие перепады высоты, и действительно такое впечатление, как будто летишь на американских горках. Так, значит, и есть еще две горки абсолютно такие стандартные. Это вот эти вот две. Одна спускаешься в трубе, а вторая смываешься как будто в раковину. Вот, я все горки прошла, но вот эту самую страшную, я думаю, я еще повторю, мне еще хочется. Так, здесь есть отдельный бассейн для детей. Здесь куча ресторанов, везде играет опять эта дебильная радостная мусочка. Сегодня хорошо, и сегодня нет дождя. Потому что, как вчера в зоопарке был дождь, это фу. Поэтому я все думала, ехать мне сюда, не ехать сюда. Хорошо, что я приехала. Да, кстати, имейте в виду, что билет на фуникулер, на канатную дорогу, не дают в одну сторону, только туда и обратно. Поэтому я не смогу сегодня посмотреть лазерное шоу. Лазерное шоу начинается в 9, а последний фуникулер уходит в 9.30. И вот такой аттракцион, река, на которой плаваешь на круге. В общем, тут в плане техники безопасности, они вообще какие-то супер-мега фанаты. Везде спасательные жилеты, ни на одной горке ты не можешь спускаться без круга вот этого. Если бы вы не видели, как в Севастополе в аквапарке люди спускаются на кусочки коврики для йоги, или вообще без ничего. Тут без ничего нигде нельзя спускаться, просто в купальнике нигде нельзя так спускаться. Везде надо иметь этот пончик с ручками. Вот. И самый интересный аттракцион, но это даже не столько аттракцион, это... В общем, сейчас сами увидите. Я обязательно сюда приду еще раз. Это снорклинг. Снорклинг ныряния с маской и трубкой. Тут реально есть кусочек кораллового рифа с тропическими рыбками. Вот он. И там плаваешь, и там кораллы, и там рыбки разноцветные вокруг тебя. Это так классно! Не представляете, это супер! Я обязательно схожу еще раз. Вот. Вот такие вот... Это кусочные. Ну, естественно, для детей тут много аттракционов. А, еще есть такая штука... В общем, аттракцион с препятствиями. Там идешь по канатной стенке, там идешь по качающемуся бревну, разные препятствия, и все это над водой. То есть, если ты падаешь, ты падаешь в бассейн. Тоже весело. О, рыбок как раз кормят. Ну, вот это вот обязательно сделаю еще раз. Там такая водичка солененькая. То есть, на море можно не идти, в соленой воде уже покупалась. Класс! Просто класс! Единственное, очень тяжело привыкнуть дышать через эту трубку. У меня постоянно затекала вода то в глаза, то в нос, то в рот. Я там кашлялась, смыркалась. Простите за подробности. Вот в таких вот штучках можно оставлять свою обувь. Вот. А, вот эта полоса препятствий. То есть, тут ходишь вот по канатным райцам, этим штучкам. Вот это бревно качается. Вот. Ну, пиздец, спасатели. Чуть что ты делаешь не так. Тебя сразу подходят, спрашивают, все ли у вас в порядке. У вас все в порядке. У меня вчера плечи так обгорели в зоопарке. Я намазалась пантенолом. Утром вообще красоты не было. Я чувствую сейчас... Я так на себя в камере смотрю, я чувствую сейчас, у меня опять все красное. Ну да ладно. Намажемся опять. Вот. Техника безопасности колоссальнейшая. Везде пункты скорой помощи. Везде дефибрилляторы также. Нет, нельзя было сейчас меняться. И есть один негативный момент. Нет, два негативных момента. Первое. Здесь не дают полотенец. Понятно, что жарко и можно в принципе обсохнуть. Но, когда платишь такую сумму денег за то, чтобы дойти за вход, ожидаешь хотя бы полотенца. И второе. Камеры хранения 10 долларов. Но это очень дорого для камеры хранения. И я все сомневалась брать или не брать. Кстати, вот полотенец нет, но зато есть вот такие вот станции, где можно обсушиться. Когда 5 долларов стоит, туда заходишь, тебя обдувают со всех сторон, выходишь уже сухой. И тут есть аттракцион, плавание с дельфинами. Но это, естественно, за отдельную плату. Вообще, мне здесь очень нравится. Я рада, что все-таки и пришла в аквапарк. Сейчас я пойду попробую пофотографироваться. И пойду, наверное, еще кататься на горках. И я 100% пойду еще туда, на коралловый риф. Потому что это самое интересное, что здесь есть, мне кажется. Я поплавала еще раз с тропическими рыбками. Во второй раз мне понравилось, намного лучше, чем в первой. У меня уже получилось с этой маской-трубкой общаться более-менее нормально. Рыбки очень красивые. И там, на дне, есть указатели, куда вам плыть. Во второй раз я их заметила. Я еще хочу попробовать вот это развлечение. Называется оно ведро с водой. Большое ведро. Вот. Тут, в общем, это такая кижина. И там везде вода течет. И никогда не знаешь, откуда в следующий раз на тебя что-то выльется. Там бедра переворачиваются. И мельницы выльтянуты, и струи. Мне кажется, это интересно. И я все-таки прошла вот эту вот реку. Это оказалось очень интересно, между прочим. Во-первых, самый главный плюс, там не надо ходить. Садишься в такой круг, и просто тебя несет течение. Во-вторых, ты проплываешь весь парк. И весь парк смотришь, все аттракционы видишь. Здорово. Во-вторых, ну, это как-то такая мистическая река, поэтому там звуки живой природы. Вот. Где-то на тебя водопад падает, где-то у тебя дно просвечивается, и там аквариум, там рыбки плавают. Где-то ты попадаешь в стеклянный туннель, и над тобой рыбки плавают, как аквариум. Ну, в общем, мне очень понравилось. И что-то я еще хотела сказать. А, и есть такое место, пещера. В пещере вообще классно. Сталактиты, сталагмиты, так водичка капает на тебя чуть-чуть. И подсветка такая, и там идет туман, такой пускает машина. У них такие интересные птицы на улице летают. Я вчера в городе рассматривала одна такая маленькая черненькая с оранжевым клювом и оранжевыми лапками. Сама все черное, а клювы и лапки оранжевые. А здесь летают какие-то... У них хвостик такой вот раскрывается веером, и он черный, а на кончиках белый. Я еще таких не видела, чтобы у птиц вот так вот веером раскрывался и хвост в полете. Это очень интересно. Я опять к крыткам пришла. Они такие интересные, подплывают прямо вот близко-близко, но вообще их невозможно дотронуться. Только вот руку протягиваешь, даже если резко. Она такая чук, и все. То есть плаваешь в бассейне полном рыб, и ни разу ни до одной рыбы не затрагиваешься. Вот такая вот у них техника плавания. Вот они плавают. Ну это маленькие. А там есть и большие. Ну вот эти ярко-желухные, вообще прикольные. И так интересно было. Я выхожу из этого рифа, а он, кстати, глубокий. Не думайте, что это какой-то мелкий бассейн, он глубокий, поэтому выдают жилеты. Ну, жилеты выдают еще, чтобы все на поверхности держались, никто не заныривал. Там глубоко. И вода холодная. То есть этот участок, он находится и под шатром, чтобы не прогревалась вода. И я думаю, там еще дополнительно охлаждают, потому что вода прохладная. Вот, и мне как раз выходить, когда было из бассейна, я смотрю, эти все ступеньки, все в этих желтых рыбках. Прямо вот так вот они, колонии их. Я думаю, все, сейчас кто-то попадется. Я только поплываю, они все такие, шух, разлетелись. И вот они крутятся прямо вот рядом-рядом, но дотронуться невозможно. Такие хитрые рыбы. Я сейчас такой типичный русский турист с пляжа, с красным носом, с красными щеками. Ну, что я могу сделать, если у нас в магазинах зимой не продаются солнцезащитные кремы? У меня вот с лета остался для тела, чуть-чуть, его я взяла сюда, он меня спас. А для лица у меня ничего нету, простите. Поэтому я пряталась под шляпкой, когда не могла прятаться под шляпкой, тогда подгорала. Потрясающе, потрясающе, как и все здесь, потрясающе. Как я люблю, когда ветер вот так вот делает, не знаю. Если бы у меня была возможность выбрать какую-то суперспособность, я бы, наверное, выбрала способность силой мысли управлять своими волосами. Чтобы в тот момент, когда... О, здесь есть бесплатный Wi-Fi. Чтобы в тот момент, когда мне надо, они мне в рот не лезли. Просто шла на фуникулер и смотрю на крыше себя павлины. Это тут так всегда, это нормально, это так должно быть. А это такой ресторан с обзором. То есть вы садитесь сначала на земле, понятно, эта кабинка стоит. А потом она поднимается наверх и вращается еще там. А вы в это время едите. Если сможете, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok